Белый халат, строгий взгляд из-под очков. Ее прием начинается в 8 утра. В отличие от многих, медработников лечить ей приходится все. От ОРВИ до сердца. Ирина Викторовна, участковый врач. Сегодня не было температуры? Скажите, кашель, насморк, горло, ничего не появилось? Кем хотела быть в детстве, не знает. Говорит, ничего конкретного. Стать врачом ей предложила мама. Сопротивляться не стала. У меня мама очень хотела, чтобы я стала врачом, чтобы я ее в себя лечила, смотрела за ней. Ну, так оно, в общем-то, и происходит. Благодаря своей маме я стала врачом. Как-то особенно вот такого вот прям целеустремленного пути, так чтобы я, в принципе, не возражала. Она мне предложила, мне понравилась эта идея, и я, в общем, как бы сразу не зацепилась. Она пришла в медицину еще в 89-м, в реанимационное отделение больницы. То, с чем врачу приходится сталкиваться на приеме, ерунда по сравнению с тем, что ей пришлось повидать медсестрой. Но от детей никуда не денешься. Из-за них, чуть с грустью в голосе, рассказывает Ирина Викторовна, пришлось променять перспективы, интересные случаи на очередь в коридоре и вечно недовольных больных. Есть такой расхожий анекдот, как Господь Бог решил спуститься на грешную землю, и куда пошел участковый врачом в поликлинику? И сидит очередь, новый доктор, интересно, молоденький, красивый, закатывается инвалид на коляске. Господь его излечивает, тот встает, выходит, у него спрашивают очередь, ну как, как доктор-то, как новый доктор? Ну как, как новый доктор? Да плохой новый доктор. Рецептов не выписал. Путевку на санаторно-курортное лечение не дал. Я медсестра реаниматологии, я шесть лет работала в реанимации, причем в тяжелой реанимации, и, ну, в общем, никогда не думала поликлиническим врачом быть. Но, тем не менее, не жалею, потому что время поменялось, и сейчас действительно поликлинический врач – это вот первый фланг. Поэтому от нас сейчас многое зависит. То есть то, что как мы лечим, как мы, в общем-то, видим больного и куда мы его отправляем, вот от этого многое зависит. Молодец. Одевайтесь. Это вы молодец. Ей повезло, довольны и бывают. И хоть врачи и не волшебники, грамотное лечение, подбор нужных таблеток и ополаскиваний однажды дают о себе знать. Эту пациентку удалось избавить от астматического кашля, другого пациента – от продолжительного гриппа. Она знает всех пациентов в лицо, а главное, что с ними было, когда они приходили в прошлый раз. Какие анализы должны были сдать, какие исследования сделать. Стоит лишь открыться двери. Одного взгляда мельком достаточно, чтобы вспомнить чуть ли не весь анамнез этого конкретного пациента. Здравствуйте. Сделали кардиограмму, да? Давайте. Сейчас вот ровно минуту я слушала. Ни одной, ни экстрасистовы, ничего. То есть пульс хороший, достаточно чуткий. Мы вот в поликлинике – это первая траншея. Военные терминологии – первая траншея. Именно на нас идут первые больные. И врач общей практики, он должен знать много. 30% работы – это работа психолога. Понимаете? И когда человек к тебе пришел, и ты начинаешь с ним беседовать, пытаешься понять, что его привело к тебе. А у него дома неустроенность и так далее. И нужно времени больше. От врачей обычных поликлиник сейчас и правда зависит очень многое. Онкология помолодела, рассказывают медики. Чтобы успеть спасти молодых женщин с раком молочных желез, самое популярное онкологичное заболевание 21 века, диагноз важно поставить как можно раньше, когда опухоль еще не успела разрастись, пока не начались метастазы. Это наши слезы. Молодые женщины, особенно вот рак матки, рак яичников, рак молочной железы, и все это вот у нас присутствует в полном наборе. У наших молодежи сейчас в связи с неправильным абсолютным питанием это гастриты, панкреатиты уже сейчас очень помолодели. Из острых это, конечно, бронхиты, ОРВИ, гаймориты, синуситы. В основном из инфекционных, да, сейчас ветрянка, вот корь сейчас пошла, знаете, наверное, да? Сейчас опять активизировалась, коря у нас. О гриппе в общем и о его новых штаммах в этом году практически не упоминают. Эпидемии нет. Это не просто официальные заявления Роспотребнадзора. Это реальная действительность столичных поликлиник. На металлических лавочках к врачам лишь единица с гриппом. Эпидемии гриппа в Москве нет. И вряд ли в этом году она уже будет. Потому что показатели заболеваемости в столице сегодня значительно ниже контрольных пороговых уровней. Вот мы рассчитываем математическим методом так называемые пороги, превышение которых свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии. Так вот на сегодня уровни заболеваемости среди всех возрастных групп в Москве таковы, что они где-то на 20-30% ниже вот этого расчетного уровня. Это нас очень радует. И все-таки острых респираторных инфекций в это время года немало. Каждый норовит расстегнуться на улице, не замотаться шарфом. Участковые врачи лишний раз напоминают всем и каждому старинную народную поговорку. «Морток, надевай, стопорток». Но обычно поздно, в самый раз выписывать больничный. А бывает такое, что тебе сказки рассказывают? Бывают. Бывают, что рассказывают. Ну нет, не часто. У меня, видимо, вид грозный достаточно. Меня побаиваются. Нет, если они знают, что если они болеют, если они, так сказать, вот все, Ирина Викна сделает для них все, но если они приходят и говорят, вы знаете, мне нужен больничный, я говорю, это не ко мне, это куда-нибудь туда. Хотя таких пациентов, кому куда-нибудь туда, последние годы практически нет. Все болеют. Чтобы не собираться в очереди в поликлиниках, ввели систему записи. Пациенты говорят, по талонам. Без которых попасть к врачу можно только в случае острой боли или с температурой. Для тех, кто не хочет вызывать врача на дом. Или по больничному листу, чтобы закрыть или продлить. В общем-то, это удобно, да. Это, по крайней мере, говорит о том, что можно как-то вот пациентов развести немножко, чтобы они не приходили все в одно время, не толпили здесь. Потому что у нас очень часто была ситуация, когда к 8 утра у нас ни одного человека не было, там единичные. А там к 11, к 10, к 12, они все вот толпой приходили. Конечно, и они нервничали, и мы нервничали. И прием уже очень сложно вести. Потому что, знаешь, у тебя там много народу, у всех надо, в общем-то, для всех сделать хорошо. И все же сделать хорошо получилось не во всех поликлиниках. В Северном округе, рассказывают врачи и медсестры, творилось что-то ужасное. Доходило в прямом смысле до драк. Это нужно просто знать то, что было, когда были у нас предварительные записи. Нам ребра ломали. Вот такие были драки. Мы разбегались, пациенты выхватывали одну папочку и летели на другой этаж, чтобы спокойно себя записать. А мы, как, извините, бегали здесь, искали все. Где эта папка и очереди. Очереди нас просто давили. Вот эта масса населения. О таких проблемах теперь здесь вспоминают, как о страшном сне. Перешли на компьютерную очередь. Никаких тебе папок, записей от руки и ожесточенных в останию окна регистратуры. Прямо у входа несколько информатов, один в коридоре. Хочешь записаться на прием? Приложи карточку. И умная система выдаст расписание врача с возможностью зарезервировать себе время посещения. Яркий пример пилотного проекта модернизации столичного здравоохранения, который стартовал в Москве в октябре 2011 года. Посредством любой пластиковой карты пациент может записаться на прием к любому врачу. Чем уникальность данных информатов? Эти информаты, они, помимо всего прочего, имеют еще достаточную информацию. Сейчас я вам просто продемонстрирую. Здесь есть запись на прием. Мои направления, мои записи и выбор врача и участка. В моих записях пациент может посмотреть, куда он записался. Если он не может посетить в данный момент прием врача, значит, он может отменить эту запись на прием, так, чтобы высвободить время. Тогда другой любой пациент сможет записаться. Мы создаем систему управления потоками пациентов, элементом которого и видимым, наверное, айсбергом которого, является видимой частью айсберга, которая является запись на прием к врачу. Что это, собственно, дает для человека? Он может воспользоваться несколькими каналами записи для того, чтобы записаться на прием к врачу. Классически это регистратура, которую никто и никогда не отменит. Это информационные киоски, которые сейчас уже стоят в 70 поликлиниках, работают в 70 поликлиниках города. Электронная регистратура. Никаких больше окошечек и объявлений. Все на экране монитора. Кстати, чтобы войти в личный кабинет, сегодня достаточно полиса обязательного медицинского страхования. Но в ближайшем будущем и его иметь при себе будет необязательно. Хватит универсальной электронной карты или социальной карты москвича. Чтобы система не давала сбоев в привычной нам регистратуре, в базу данных заносит все новых и новых пациентов. А сотовые есть? Сотовые есть. Скажите, пожалуйста. 916. Сюда же и жалуются те, кто пока не может справиться с умными машинами. В основном это, конечно же, пенсионеры. Медсестрам новую систему приходится защищать и учить пациентов пользоваться. Так, у вас все сделано. Ваша ошибка. Когда вы подносите штрих-код к инфомату, вы должны держать всего, ждать. Один пик. Он пик, максимум два. Если дольше, он будет писать, что он растерялся, не знает, что делать. Вот так вот? Да, можете перевернуть и посерединке стекла приложить вот эту черную полосочку. Не все пациенты у нас молодые, которые пользуются компьютером. В основном пожилое население. И нам постоянно приходится к ним выходить, показывать, учить, записывать самим. Также здесь мы каждого пациента, который новый приходит в нашу поликлинику, с других поликлиник к нам на какие-то направления, на какие-то процедуры, обязательно мы должны его зарегистрировать. Вот этим мы и занимаемся. Также расписание просматривают, могут записать на прием. Стоит получить базовые навыки и посетителей. Московских поликлиник уже не отвлечь от новой техники. По окончании записи к врачу машина выдает талон. У нас с вами появляется вот такой талон, который мы сейчас получим в виде распечатки. Обратите внимание, здесь у нас с вами есть заштрихованный квадрат. Но ведь это бар-код, для которого можно скачать программу на любой телефон. Совершенно верно. Вы можете попробовать сканировать. Сканировать устройство. Отлично. И мне приходит на телефон то, что я записана на прием к врачу в поликлинику номер 108 в 20.00. Но самое интересное... Если у вас установлена программа, то вам придет напоминание, и телефон вам сообщит о том, что вы должны посетить такого числа врача. Это игрушка уже для продвинутых юзеров. Для тех, кому QR-код, то есть Quick Response, что в переводе с английского «быстрый отклик» не нужен, машина предоставляет и другие возможности. Например, страничку «Мои направления». Это уже для тех, кто забыл выпить таблетку для памяти, впрочем, как и ее название. Графа «Мои направления» для пациента. Значит, пациент может посмотреть, куда его направил врач. То есть это вспомогательные кабинеты, вспомогательные службы. Значит, что хорошо для пациента, для врача, то, что врачу не надо дополнительных направлений оформлять, и это высвобождает время, которое врач может уделить пациенту. А для пациента это хорошо тем, что если он забыл, куда ему предложил обязательно, какого доктора или какой вспомогательный кабинет посетить, то он может подойти к информату в любом учреждении, где данная система уже смонтирована, и посмотреть, если он забыл, что, оказывается, ему завтра нужно, например, посетить пульмонолога в консультативном центре, во столько-то, во столько-то. И он также может отменить это направление, если он не может посетить и высвободить время для другого пациента. Системе не нарадуются в регистратуре. Говорят, с компьютером гораздо удобнее. Это пока младший медицинский персонал занят тем, чтобы внести всех москвичей в базу. Потом такая потребность утратится вовсе. А значит, медсестры смогут заняться более интеллектуальной, а главное, полезной работой, например, прикреплением пациентов из других районов по месту фактического проживания, а не прописки. Это возможно, достаточно прийти в поликлинику и написать заявление на имя главного врача. Это же касается и тех, у кого нет регистрации. Необходимо иметь полис ОМС. Вас оформят на 6 месяцев. Я сижу, как старшая сестра регистратуры, я еще делаю расписание врачей. Это немножечко, вот моя основная задача, все исправления делать, готовить расписание со специалистами, вводить, выводить, ну, корректировать и все прочее. Я на своем компьютере могу даже посмотреть, если пациенты часто записываются к нескольким врачам на несколько дней или в один день, амбулаторная карта может подобраться только к одному врачу. На это нам компьютер дает возможность посмотреть записи пациента. И мы сразу увидим, к кому он записывался. И, соответственно, мы можем выяснить, куда же мы отнесли его амбулаторную карту. Как и у пациентов, у медработников есть карты с разным в зависимости от занимаемой должности уровнем доступа. У врачей он особенный. Они не только видят личные данные записанных на прием пациентов, но и все поликлиники города. Каждый в рамках своих должностных обязанностей имеет доступ к тому, что он обязан делать на своем рабочем месте. У меня доступ более широкий. То есть я вижу всю поликлинику, я вижу каждое рабочее место, кто у меня чем занимается. Я могу посмотреть расписание регистратуры, время приема врача. Я могу посмотреть, насколько загружен у меня врач. Безусловно, стало удобнее, потому что я знаю четкое расписание, которое у меня есть, кто ко мне записан, фамилия, имя, отчество, адрес. Но журнал, что значит журнал? Где каждый пишет коревым почерком свою фамилию, имя, отчество, и никто не поймет, кто это. Вот это гораздо удобнее, это современно. Каждый подошел и вычеркнул другого. Вот он мне не нравится, я на его место. Не хочу, чтобы он тут был. А здесь не вычеркнешь. Здесь уже четко. Для тех, кто не хочет идти в поликлинику, только чтобы записаться, неважно, бумажная ли это папка или инфомат, систему усовершенствовали. Достаточно зарегистрироваться на сайте госуслуги. Через интернет теперь можно попасть к любому врачу. Нет доступа? Просто снимите телефонную трубку. 539-30-00. Вы попадаете в единый московский колл-центр. Абсолютно бесплатно вас запишут к участковому врачу или любому другому специалисту, а также подскажут, как удобнее добраться до поликлиники. Операторы обладают практически неограниченной базой данных. Больше того, архитектура модернизированной системы такова. На языке программистов это тонкий клиент, то есть веб-приложение. Сама система обновляется ежесекундно. Как только в общей базе, допустим, появляется новая запись к врачу. Больше того, сюда дозвониться гораздо проще, чем в регистратуру обычной поликлиники. В других субъектах Российской Федерации, где пытались уйти от централизованного колл-центра и оставить эти функции на регистратуре. В результате пришли к тому, что в регистратурах начали видеокамеры вешать. Только для того, чтобы четко отслеживать, что телефонная трубка кладется потом на телефон, а не рядышком на стол, чтобы никто не мог дозвониться. О том, что в будущем инновацией затронуты амбулаторные карты пациентов, в поликлиниках, а их в Москве 360, идут жаркие споры. Одни говорят, не учились на машинисток, другие – почерк врачей нечитабельный. Я думаю, что это было бы просто замечательно, если бы у нас были бы электронные карты. Потому что, я еще раз говорю, наши карты, они безобразные. Я могу даже попросить вас показать карту, как она выглядит, что тут написано, какой здесь почерк у врача. Разве можно это понять, к примеру? Совершенно невозможно. Никто это даже не пытается прочесть, потому что это невозможно. А если все это написано грамотными, печатными буквами, то это читается легко и более понятно. И все же, говорят специалисты, возможность введения электронной карты уже до конца этого года появится во всех амбулаторно-клинических учреждениях. Ведь научиться не так уж сложно, подтверждает опыт коммерческих клиник. В этой, например, уже давно компьютеризирована и автоматизирована не только система регистратуры, но и внесение данных о болезни в карту пациента. Здесь практически полностью отсутствует бумага. Все, что нужно, можно посмотреть в личном кабинете, опять же, с помощью чипованной карты и пароля, пин-кода. Установив карту в приемник, мы попадаем в электронную историю болезни. В данном случае это моя карточка, и мы можем посмотреть все данные, которые были со мной. Я проходил, делал рентген органов грудной полости. Я запрашиваю, и, соответственно, у меня протокол всего медицинского исследования, врач, когда, что, кто. И так можно получить по любому приему. Лаборатория в клинике также полностью автоматизирована, чтобы не напугать пациента до полусмерти. Если референсные значения вашего анализа отличаются от нормальных, у лечащего врача загорается тревожная лампочка. Это значит, что ему нужно обратить внимание на электронную карту и проанализировать результаты исследований, а также самому связаться с больным. В электронную карту попадают также рентгеновские снимки, УЗИ, эндоскопии, КТ, абсолютно все исследования и даже видеосъемка операции. Мало ли что. По закону храниться история болезни должна 75 лет. Бумажная или электронная не важно. В пользу последней говорят и сотрудники скорых. Опять же, пока частных клиник. Им, безусловно, удобнее ехать на выезд с ноутбуком и по пути узнавать о человеке все. Мы входим в историю болезни через интернет и я могу получить любую информацию от данного больного. То есть его посещение, нет ли у него аллергии, например, или анамнез жизни, тот, который он имеет согласно истории болезни. Второе. Я, осмотрев больного, я вношу в эту же электронную болезнь свои мысли и видение данного больного. И что я в данном случае сделал. Тем, кто платную медицину позволит себе не встать.